здравейки ребята вы на канале ford mac ну что же тут попросили посмотреть кое-что воистину во истину прям культовая до ролик уже довольно таки сталики но почему бы нет это времена когда уголок акра а точнее сам акр обладал такой вещью как совесть и свой лицо он показывать не собирался хотя сейчас он светит своим челкастым прекрасным ликом только вперед но любом случае я помню как я смотрю эти старые ролики например вот самый наверно мой любимый но один из самых любимых это точно ролик про турецкого человека паука это такая ржомбище господь но тут у нас обзор на мультсериалы по пауку начинаем самого первого с 60-х короче поехали всем массовый здрав знаете мой сосед дядя яша каждую ночь куда-то уходит в обтягивающим цветастом наряде на мысль что он супергерой да и совсем не старый бдсм-щек терентий любят избушку подметать плетью нет голос разума подсказывает несколько иную версию но когда это я к нему прислушивался супергерои толпа разодетых истуканов которым некуда деть энергию и они провозгласили себя блюстителями порядка только а почему бы и нет ладно один с крылышками летает он блять асгардский бог другое блять летает на паутине своих хреновый 3 вообще адвокат блин слепой но при этом имеет отличный себя на нетфиксе а вот четвертый четвертый вообще избрал отличный путь был бизнесменом поехал блять по путешествовать получил шрапнули сердце и что делает костюмы для острова блиц теков блять связи с тем что одного укусила какая-то тварь 2 сбросили на землю скриптона возьмите того же бэтмена с его ты деньгами он мог столько сделать для борьбы с преступностью открывать новые тюрьмы центры перевоспитания финансировать внедрение идеологических способов воздействия на потенциальных нарушителей закона а что он сделал оделся в летучую мышь и теперь бьет в темных переулках гопников как мужественно но ладно почему нет это еще нормально это счет декуат сегодняшний обзор будет посвящен человеку пауку потому что во первых он хотя бы не выглядит как мечта фетишиста во вторых в детстве у меня было два любимых героев мультиков вот не надо потому что люди человека паука так и сказали по последствиям ру 34 прочего что он не просто мечтать фетишистов он блять превратился в настоящий сами погуляйте сами узнаете в лес человек паук и ёжик в тумане но говорить я тоже кто мой супергерой ясно походу у кого-то любимый любимый автор стэн ли а у него блин это юни дарштейн буду а первом потому что про ёжика в тумане не снято столько мультсериалов как прочли нестоногого родившегося в больном воображении сценариста в marvel comics и я планирую разобрать каждую версию приключений человека паука потому что мне не страшно я остановился в развитии лет в десять так что мультики 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 первый мультсериал выбирается у акра такой более мягкий голос еще так сказать еще не до конца созревший не укрепившийся и блин ну так мило да и в чем акр что ли чувствуется более что отвязным в шутках сейчас конечно нет само собой у него ролики выходят классно здесь я не знаю то ли это просто моя ностальгия в отношении такого более отвязанного более такого рандомного хаотичного интернета то ли то ли хрен знает про человека паука под названием человек паук что не лишено логики вышел в 1967 году представьте себе мир в котором все злодеяния происходят от того что люди совершающие их просто очень плохие отбросьте такие понятия как месть недопонимание прочие мотивы есть просто кучка нехороших ребят да порой это все что нужно реально зачем продумывать порой куда идет склад маску безумно там типа трагичную историю порой есть просто просто мудаки просто плохие люди настолько сука плохие что им не нужно никакой оправдание они настолько как говорится внутри уже укрепились свои вот это вот мерзотности отважный человек паук который не может позволить себе такую роскошь как терзание неуверенность собственных силах он просто добрый и этого вполне достаточно если ваш организм уже настроился бороться с надвигающимся передозом наивности добро пожаловать в человека паука шестидесятых и кучу мемов с первых же секунд мультсериал не планирует вводить вас в курс дела очередное задание джеймсона разгадать тайну мистического сияния и все блять я помню когда я очень начал увлекаться различными сериалами будет пусть у меня появился в к самому интернет в году так 2011-2011 когда в к начале выкладывать очень много контента я искал первые серии человека паука и вот тупо открываю так все точно первая серия человека паука шестидесятых сейчас покажет его origin хуй там какое мистическое сияние чем происходит да я уже знала джин чувака паука я уже более-менее шарил но я новичка зрителей какое нахуй сияния ты кто такой блять что вообще происходит почему-то откуда у паркера машина вообще блять он же это подрабатывает фотографом стоп кто такой джеймсон кто ты такой что это за работа такая разгадывать тайны мистического сияния нет я конечно знаю но было бы неплохо просветить ведь разве это блин не самая первая серия вскоре мы выяснили что питер паркер уже является человеком-пауком в чьи способности судя по всему входит мгновенное переодевание это первое появление доктора осьминога на экранах а мы даже не можем дождаться какой-нибудь реплики от того же паука в стиле эй это же доктор осьминог да и к тому же блять а кто такой нахуй реально нам не рассказали откуда он взялся его олиджин он просто есть я просто мужик в фиолетовом костюме с ёбатыми тентаклями за спиной здравствуйте первый выпуск комикса о человеке-пауке вышел всего за 4 года до мультфильма неужели его популярность уже тогда была настолько велика что создатели даже не считали нужным представлять персонажей хотя откровенно говоря на героев мультик не богат персонажами переходящими из серию в серию являются босс паркера джеймсон его секретарша бетти брандт и человек-паук забудьте о толпе подружек паркера из мультсериала девяностых здесь наш сверхчеловек одинок настолько что постоянно разговаривает сам собой и каким голосом он делает это спасибо с таким тембром нужно зачитывать анонсы на каком-нибудь дешевеньком канале а не мир спасать ну реально что ты заметил вот старых произведениях у паука голос такой краски не подходит для подростка у него голос такой как будто знаете детективный я словно оказался в ситуации в которой любой бы испугался но я иду дальше по темным переулкам что являются самым опасным местом для отброса в нью-йорке нет серьезно блять почему был такой фетиш на паука с таким более грубым голосом реально что в некоторых играх блять что в мультсериалах он же подросток блять так пациент не проявляет интерес к противоположному полу и проводит свое время разговаривая сам собой голосом мне немножко за 40 на крыше в трико получите диагноз что мы еще любим нашего местами хреново анимированного супергероя конечно же за его фирменный юмор который здесь сводится к проверенным падающим гэгом человек упал так сильно что получился прикольный звук я не знаю это очень сильно ассоциация с кубиду блять это никогда не перестанет быть смешно иногда мульт преподносят настоящие лингвистические каламбуры типа уверен шестидесятых это был разрыв зато меня забавляет как беспалевно паркер уходит с работы с отмазками вроде а все паркер я пошел а уже забыл все туда понимаю никто никогда не обращает внимание на его отсутствие что странно учитывая что в редакции судя по всему работают всего три человека а как вам это беготня в стиле скуби-ду иногда паук вместо передвижений на паутине начинает просто в истерике мид вот серьезно буквально быть грёбаный мем татца по улицам где больше никого нет массовка здесь отсутствует как таковая где вообще обычные люди более того за все серии я не встретил сериале почти ни одного нормального человека словно действие происходит в какой-то отделенной от всего мира фрик зоне что ж как обстоят дела со злодеями несмотря на солидный возраст желтый-желтый-желтый-желтый снег синие бабищи так встречают новый год городе мэти да сколько вор что ребят хорош хорош ай бля в нем задействовано много известных врагов человека-паука вроде зеленого гоблина электроскорпиона и даже не хочу знать что а это первый робот алистрасмайта это особенно поражает масштабность планов плохих ребят сегодня я правлю этим болотом а завтра буду править миром ты не сможешь увидеть как я снесу с земли целый район города там же мой дом я буду разрушать 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 господи как же Лина хорош какое же охуенно просто тупо мое лицо когда наконец-таки спустя долгой поездки сел наконец-то на толканы разрушать дизайн некоторых беззаконников просто выводит из себя неужто считается что если какому-то усатому мужику нацепить плащ и дать магнит в руки в глазах блять это тупо куда знаете альберт энштейн я наконец-то посмотреть полная версия опенхаймер и теперь после этого без божьей мне неправильно там показать я хочу захватить мир это серьезно блять это это ебанутый альберт энштейн он станет безжалостным преступником старпер с пропеллером что это такое чего гигантский викинг летающий по космосу это что участники политкорректной акции каждый может быть супер злодеем анимация может показаться примитивной но она вполне приемлема для своего времени вот во втором сезоне сделаны другой студии в наличии которой был очень ограниченный бюджет рисунок не стыдно назвать дерьмом не спасает даже явное улучшение сюжета и расширение числа второстепенных персонажей иногда наблюдаются просто застывшие картинки с анимированным ртом а то что я увидел в третьем сезоне это просто не могу на это смотреть боже ж ты мой как все плохо то и почему на костюме Человека-паука так мало паутины вот тут явно кто-то тупо поленился ну а звуковые эффекты окончательно превращают происходящее в фарс напрашивается вопрос неужели я хоть немного рассчитывал что столь древний мульт может мне понравиться на самом деле он мне понравился да это несколько противоречит тому что я наговорил но эти недостатки умело переходят в достоинство да в этом и смысл на самом деле то что он такой веселый ненавязчивый это знаете как ситуация как с адамом вестом с бэтменом что вроде бы да это не серьезный бэтмен довольно шутовское забавное шоу но в этом его смысл его шарм когда ты смотришь как бэтмен танцует вместе с крёбаным фараоном просто ты забываешь обо всем это настолько упорно что даже хорошо в данном случае это работа с этим мультом реально некоторые сюжеты порой вот я не так часто его смотрел но когда мы подались в серии даже с их всей упорюхой это было великолепно это простодушность ретро атмосфера четкое деление на черное и белое цепляет и словно возвращает в наивное детство что касается нашего перевода он неплох зато там был супермен почему ты не сделал его фотографию ну назвали человека паука суперменом с кем не бывает перевод все равно хороший я отрекаюсь от всего что говорил тем более стоит только произнести волшебное трунь и в нужной озвучке все приобретет совсем другие краски человек паук захватчик джей джона джеймисона твою мать но за что этот мультик какой хороший перевод бля теперь как будто очень быстро гибарит сериал действительно любят так за эту песню спайдермен спайдермен она настолько крута что играет в заставки в нарезки из разных серий под конец и во время титров дали бы мне небольшое государство в подарок я бы обязательно сделал бы эту песню местным гимном ну реально без шуток песня классная особенно вот самая лучшая версия это в спайдермен 2000 кавер от томми таваника она просто великолепна реально из спайдермен 2000 следующее пришествие пришлось ждать целых двадцать лет подписывает как же аэросмит офигенно переделали эту тему господи на мою публичную страничку вконтакте а также на канал на рутюбе и ютюбе наверное я слишком много требую ну блин ну что ребят вот такой вот ролик и это было классно господи эти времена когда акр еще не показывался лицо но в целом сам по себе ролик даже несмотря на его качество на возраст это прекрасно сделано круто прям мое почтение так что поддерживать акра респект ему лайк и спокойной вам ночи дружки пирожки и и и и и и и и и